Ну давай я тебе паспорт сделаю, ты поешь домой? Нет Вася как умер, так, блядь Небесно Вообще, родом, ну Какая разница? Ну как, какая, ну Ну откуда родом? Из Гомеля Из Гомеля? Да А, точно, я же помню, это ты с братом же приехал С братом, я же это перевела Обезболивающе Друзья, всем привет, мы снова на YouTube-канале Мусорщик И сегодня необычный видеоролик, который у нас начинается с продуктов и с аптеки Что будет дальше, смотрим до конца, все узнаете Пакет нужен? Ну, маленький какой-нибудь Хотя нет, не нужен, зачем, закинем сейчас, да? Пошли Снимает, да? Друзья мои, как вы уже поняли по названию видео Ну, а ты не попадаешь, чуть-чуть к себе поверну Ты этот туда Это же общий день, ничего страшного Как вы уже поняли по названию видео Видос будет про лес, однозначно Частично про людей Но с Женей нам пришла классная идея, что А как в лесу, если тебе стало плохо Там, не знаю, обгадился Либо болит спина, либо поранился, либо зуб болит Что делать? Либо зима впереди, и там и температура, и так далее Жар Ну, вообще, Женьке изначально пришла идея Вообще, приготовить просто горячих супов и накормить нуждающихся Но мы пока к этой идее не вернулись А решили сделать первую необходимость, это аптечка Да, перед зимой первые холода Поэтому я думаю, что аптечка сейчас будет очень важна Это будет классно А супы, ну супы, это никогда не поздно сделать Супы надо в минус 20 делать Да, я думаю, мы еще к этому обязательно вернемся Да И везем, люди скидывали денежку Ну и Лена сама просила продукты ей Ну и бутылочку Люди просили, а что я могу поделать? Все равно она будет пить С нами, без нас Но это уже ее выбор Так хотя бы не паленку никакую Ну и продукты Все, смотрим в лесу продолжение Надо все показать Все, мы приехали в лес Надеюсь, местные нас встретят не агрессивно Хотя придурки тут тоже есть Жемдос перебывается Потому что, вон, смотрите, по какому болоту нам идти Просто жесть Уже в ящике лежат табличечки такие вот заламинированные Температура Голова Спина Живот А где жопа? Жопа? Я жопа думаю... В жопе мы уже находимся, да? Согласен Сейчас это все дело сделаем в виде аптечки На дерево закрепим Пойдем туда, в самый центр местных Сейчас положим сюда лекарства и возьмем ленинные продукты Надеюсь, с кем-нибудь удастся пообщаться Мы собак бить будем сегодня или нет? Ты шокер не брал Мы собак не бьем На палку В комментариях так интересно писали Как будто бы мы специально приехали бить собак Ребята, мы от собак, если что, защищались Они приехали их целенаправленно бить Поэтому все собаки живы, здоровы, никто не нападал Соответственно, ни от кого и не защищались Многие, особенно девушки, бабушки, любительницы животных Одно и двух собачек Они даже не понимают, что такое лесные собаки в стае И когда у какой-нибудь сучки течка Это считай волки Там корм, не корм, там тебе просто трындец Все, ладно, мы не об этом сейчас собираемся Так, что там? Процетамол Аналгин Цитрамон Дратавирин Живот Уголь активированный Еще уголь активированный Бинты Диклофенак Ацетиловая кислота Аспирин Е Жратва Водяра Погнали Давай я помогу За ручечку По болоту Не, ну тут, наверное, лучше одному нести Мы сейчас тут будем скользить по лужам Сейчас чуть-чуть Где общее, так уже, да Сегодня, благо, погода позволяет Подъехать, прикрепить все Снега нет Надо будет... Блин, молоток я не взял Ладно, мы возьмем у Ленки Я думаю, там... Дырки в ящике сделаем На проволоку Мик-дерево А то напишут потом Грозь, амик-дерево нельзя У нас хейтеры Внимательные и добродушные Стоп, я не взял биту А сокера нету Нет, ста, все, я пойду по-любому Стали злых собак Это не шутки Пошли Друзья, мы подходим к Лене Собственно говоря, где-то здесь С Женьком выберем сейчас место Потому что тут не одна же Лена живет Их тут много, этих Лен Да, я думаю, по сарафанному радио Разлетится И прибьем ящичек Что где-то здесь ящик Смотри, какая сосна хорошая Ну, где-то, короче, разместим Да, надо выбрать Нашу аптечку Да и нам на выживание пригодится Уже же скоро выживание, кто не знает Ну, вот так Пока поставим тут продукты Отличем Пошли посмотрим, есть ли Лена дома Я думаю, нет, смотри Опа Лена музыкант Ну, это Лена Да на работе, скорее всего Будка короче стала? Будка стала шире Шире Ролик был интересным А сейчас закрепим Наш Как? Аптечку Аптечку Уже не наш Уже да Еще Можно вырубать, я думаю Пока мы сейчас найдем проволоку Пока пробьем дырки Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... Сейчас узнаю. Первые местные жители спускаются с горы. Какие-то мешки несут? Дрова или строматериалы? Может, кстати, Елена? Нет, ну вряд ли. Куда идем? Зайдем, где раньше жил Вася, где он так и не построился. Посмотрим, что осталось для строительства дома Наташи, чем мы ей в скором времени поможем. Совместно с Максом, Женей. Надеюсь, Егорчик тоже подключится. Также зайдем еще к покойной Ире. Посмотрим, как живет ее один сожитель Саша. Но он, конечно, никогда не снимался, но тем не менее... Стоп, вот он где-то тут с краю. Нет, не тут дальше. Собаки уже здесь. Ну это добрые какие-то. Пока что. Пока что добрые. Саня, это который жил с Ирой, которая умерла, которая выпила яда от полота. Привет, собака. Ну уж одна-одна так немножко территория. А Саня-то будочку свою сломал, смотри. Вот тут раньше жила Ира и Саша. С прошлого выживания, по-моему, есть видос, да? Да, да, есть. Все. Жили-жили, не тут жили. Собака только осталась. Только собака осталась. Слушай, ну интересно, где он на самом деле сейчас. Можно применять строительные материалы для постройки Будды. Да, ребята, как видите, строиматериалов хватать можно найти. Прикольно. Ну я думаю, строиться на этом же месте не стоит. Не, не, пойдем к Васе туда. Я думаю, что... К Васке там место было хорошее, тем более Наташа там останется жить. Да, да. Ну видно, кто давно встал куда уже. Может переехал куда. Ты что, снимаешь? Да понял. Зайдем к Васе потом. Я перепутал. Тот снос, это не Саша. Вот Саша на Пулаху. Осторожно. Тут по масштабнее. Животные кусаются. Вот это классно, смотри. Это красавчик человек. Надеюсь дома. Холодно. Холодно, холодно. Саня! Чисто, порядок, убрано. Все солидно. Короче, если что, будем выживать, попросим хоть у кого-то помощи. Саша! Привет, ты дома? Выйдешь на минутку? Как дела твои, Сань? Собаки у тебя злые, конечно. Я ему сообщу только, наверное, про аптечку. Я, если что-то, что-то, Жаня, спокойно. Мурка, иди спать. Она по кругу воды за нафиг бегает. Заснять, блядь, тебя со стороны, как ты пятер. Саня, собака кусается? Кусается. Мы подходим. Что, если? Кус, собираешься, зимних удочек наносил. Привет. Ладно, слушай, короче, что? Ты знаешь, где Лена с Денисом живут? Я тебе информацию скажу и пойду дальше. Хорошо. Да я не про это. Ты знаешь, где они живут? Мы там повесили аптечку. Там есть лекарства теперь. Понял? На дереве. Так и тебе, если что-то будет пирова, да. Да он убрал мой фон. Он убрал. Можешь подходить туда, брать таблетки. Какие таблетки? От головы, от живота, от жопы, обезболивающие. Какое они мне нужны-то? Ну, тоже прикольно. Как дела твои? Здесь, типа, нормально. Как живешь теперь? Мишки. Один? С котами? А? Какая тебе разница? Ну, я так поинтересоваться зашел. Вот я тебе и сказал. А деревьев уже давно не мало. Ну что, Евгений, ты убедился, что без палки вообще никуда? Да. Это первое. Второе, не знаю, нечего тут добавить про Саню. Говорю, Саня, будет хреново, лекарства там висят. Он говорит, на хрен ли твое лекарство? Пузырь всадил и все, уже не хреново. Короче, тут своя романтика на самом деле. Не, как он сказал. Или пузырь, или денег, да, и все. Ну да, все равно хорошо становится. Хочешь, как лучше, получается, как обычно. Свои. Свои. Да, свои. Какие нафиг свои, да? На цепи. Спокойно, Женя. Спокойно. Не отходи с твоей палкой. Пришли. Она радуется, она не агрессивная. Короче, смотрите. Жень. Да, Женя, иди сюда. Короче, тут же Лася, так? Смотри, от Васи кирпич остался, так? Кирпич, гвозди всякие. А гвозди, банка с гвоздями не видишь? Ножовка, банка с гвоздями, он там стоял, а сейчас я проверю. Да тихо ты, Пёрт. Спокойно. О, возьми собаку. Привет. Есть. Вон, гвоздями стоит, которые я приносил Лася. Ведёрко есть. Да, короче. Тут можно построить. Наташа жильё. Капец, да? Граждане соседи. Я не кушаю. Да, я надеюсь. Вот этот дом. Да? Если мы тут Наташи дом построим, можно? Да. Пойду попробую пообщаться. Бери полку. Для него это блядь. Я понимаю, как мне беспорядки. Знаешь, сколько по лесу поездок? Вот это не кусай. Чей брусок. Брусок. Наташа. Наташин? Там палатку, что палатку ставят. Мы Наташке дом тут построим, вы не против? Иди блядь. Да. Ну, вы что-то снятся. Такая-то самая, под коженькую палатку. Там палатка. Там палатка. Ты себе себе покажешь. Вон она лежит под колокол. Она свалилась просто. А? Палатка. Ну. Ну, потому что она не разборная. Не разборная? Ну, как она разборная там. Не, ведь там это все. Тихо. Там и колышки, и хуелышки. Тихо сказала. Ну, мы что-нибудь получше палатки, я надеюсь, соорудим. О, топор есть. Нормально. Которая у меня кошка. Есть топор? Да. С миру по нитке. Ну, вот так. Так, гвозди. Слушай, мы можем через неделю другую. Если есть возможность каких палок принести. По куде я себе вон там отбиваю. Подсобью же, у тебя так хата есть? Да. Ну, чего? Вася как умер, так, блядь. Тихо, сна. Полный. Так он и не умер. Все строил целый, сколько? Три года? Три года. Ну, все равно, ну как. Строил, не строил, а ну. Наташа теперь что будет делать? Покуда она на валу. Сразу в одном обуви было у Виски. Потом. Да я говорю, не кусайся. Ничего не пизди. Вон, видишь, записывают или не видишь? Да и хуй ну лахать за это. Да он же знает, что это такое. Хорошо, короче, ладно. Палок принесешь каких? Ну, будет, я и... Добро. Пошли. Давай, пожалуйста, пошли. Бля. Реально. Иди. Она вроде как... Она вроде как добрая, да. Она что-то подрыгивает. Дина. Чего же. Видите, дорогие мои, какие были планы построить Наташу будку, чтобы жила как могла, так сказать. Все равно из леса она не уйдет. Это видео было заснято в воскресенье. А вчера понедельник был. Выкладываю я его во вторник. Произошло трагическое обстоятельство. Вчера в понедельник на Минском полигоне Тростенецкий Наташу задавила машина. Водитель то ли не заметил, уехал, то ли скрылся. Ну, это то, что я знаю по слухам. Вот. Не буду как бы никакой информации пока не владею. В общем-то, печально, печально. Я так понимаю, что Василий понял, что она пропадет без него. Ну и чему быть, тому не миновать. Возвращаемся. Подожди, Сань, подожди. Возвращаемся к Санне. Саня, память о Быре. Что тебе рассказать? Я тебе не знаю, что тебе рассказать. То, что было-то. Одному просто-напросто скучно. Вот такая вот. Сижу, у меня два хата здесь живут. Саня, а ты сам откуда? Вообще, родом. Какая разница? Ну, как какая? Ну, откуда родом? Из Гомеля. Из Гомеля? Да. А, точно. Я же помню. Это ты с братом же приехал. С братом. Я же это перевела. А ты впервые в вас приехал или в вас впервые тебя сюда приехал? Я же на Северном Кничка работал. А, давно-давно. Давно. А что у тебя в Гомеля хата есть? Есть. Даже три. Что домой не поесть? Три хаты? Да. Но ты там лет 10 не был, как минимум? Не, меньше. Меньше? Да. Сань, что домой не поесть? Для тебя менты приезжают. Кому ты что, в розыске? Кому ты на... Я не в розыске. Я уже отсидел пять суток. Где не заплатил-то на макия квартиру. У тыжилки. А ты с вами из леса сейчас уйти не хочешь? А? На лес не хочешь? Куда? Домой. У тебя дома есть? У меня три дома есть. Так а что ты не хочешь уйти-то из леса? Чего? Мне надо документами, у меня денег нет. Ты что, у тебя паспорт закончился? И паспорт мне просрошен. У меня не лежит паспорт. Подожди, ну паспорт это понятно. Тебе паспорт мешает домой поехать, скажи мне? Ну мешает паспорт? Вот даже нет у тебя паспорта никакого. Тебе мешает что-то, что мешает домой поехать? Отсутствие паспорта? Ты знаешь, как... Ну давай я тебе паспорт сделаю. Ты поешь домой? Нет. Ну видишь как? А что там делать? Да зачем ты договорку придумываешь сам себе? Там никто не ждет. Как понять никто не ждет? А тут кто тебя ждет? Кроме этой собаки до этого кота. Так забери ты их с собой. Два кота. Ну кто тебя тут ждет? На валу на этом. Или в лесу. Ну кто, скажи мне? Может брат тебя тут ждет? Да нахрен, я могу. А ты на него ходил-то? Нет. А он же вечно до меня кидает соблях. Если выпьет, все, не знаю, от него хоть текай по лесу. Брат? Да. Это с чьей живет Руслан. Он немного... Не только на меня кидается, на родного брата кидается. Это мне то, что... Да и выключи что, телефон. Да у тебя есть история интересная, мне интересно поделиться. Сань, Сань, мне надо снимать. Чем тебе помочь? Я твою без очередь с ничем. Вообще ничем. Да, мне ничего не надо. Ты ничего не надо. Ты не воскросишь Ирку. Это Саня факт. Я уже сроки и та самая. Да не снимай тут. Затрой. Я Вичу снимаю. Ну не Вичку и снимай. Ну хорошо, Сань, снимай меня. Вичку не снимай. Зачем меня? Саша снимай, не снимай меня. Тебе история интересная подходит. Хорошо, он будет меня снимать, у тебя будет слышно. Так, можно? Ты не против? Да вообще не надо снимать. Ну и нормально тогда. Так и пойдет, на то мы порешили. И помощь тебе никакая не надо. И ничего тебе не надо. Не надо мне так. Слушай. Мне помощь не надо. Ну расскажи. Юлька живая была. Ты же понимаешь, люди с того света не возвращаются. Я знаю. Он собаку просит. Домой бы поехал, пить бы бросил. Время надо на это. Пьешь каждый день? Нет. Не каждый, но много. Развуд, а че развуд. А не врит раз год через год. Вот уже, ну. Да не снимай. Как с тобой по душам-то поговорить? Вы все такие в лесу хихихиха-ха-хихиха. Я не понимаю. Три месяца назад похоронил, можно сказать, женку. Хихиха-ха. Ну. Да не хихиха-ха-ха. Я плахал. Представляешь что-нибудь? Представляешь? Верим. Верим. Конечно, представляешь, три года проживаешь. Плахал, трех и свихнул. А сколько ты тут? Да, может, лет восемь-десять. Да, около. Лет восемь-десять. Я с Иркой уже пять лет прожил. Не пять, три. Ой, кому ты сказка расскажешь? Я помню еще первого Иркиного мужа. А. Который уже машина передавила. Ну. Ну так сколько годов уже прошло? Пять лет. Не знаю, мне кажется, три. Пять лет. Как ты на свалку попал, я понять не могу. Вроде образованный мужик. Нормально. А можешь одним словом сказать? Вот для меня, для меня лично одним словом. Что всему виной? Что ты вот так сейчас живешь. Только честно-честно. Как тебе объяснить-то не могу. Ну что всему, без объяснений. Без комментариев даже. Ну одно слово, как думаешь? Что, что. Я сюда попал, я работаю здесь. Я зарабатываю деньги. Бутылки собираю, это собираю, там подобное. Ничего удивительного нет. Попал меня, Витька сюда привел. Он мне досмотраться спросил. Да выкинь, то и палку. Ага, собака сидит. Собаку в лесу. Ну ты на Северный сразу? На Северный же попал? Нет. Сюда? Я на Гальваники работал. На Металлобале. В Александровиче. Тебя уволили? Нет, мне не уволили. Мне документы подпали. А вот съезжай, а вот сделал военный билет. Поехал, я уже на Металлобале сам. А ты уже когда на Гальваники работал, где ты жил? В общении. В общении? Пил уже? Нет. Не пил? Не пил. Пить начал, когда на свалку попал? Угу. Да? Да. Витька уже клеил. Не надо, но мне не задавать вопросы. Нормально, адекватно, человек. Ты когда-нибудь со свалки уйдешь, или тут будешь доживать свой век? Какая разница. Как получится, как судьба сложится. А хотелось бы, чтобы судьба по-другому сложилась? Как ваш вид. Ты что, дурак? Да не в ту сторону, по-другому. Я тебе помочь предлагаю. Причем тут, Вася? Не надо мне твоя помощь. Чего? Я сам справлюсь. Не надо снимать. Витьку снимает. Ну, я же говорил, мне не надо помощь. Я тебе сколько знаю, ты упертый, как баран. Сам ты дурак. Я не говорил, дурак. Я сказал, баран. Что ты обзываешься? Да. Не, ну это же правда. Упертый, упертый. А ты чего? А ты чего? Ты же тоже работал-то. Чего тебя уволили? Чего ты мне вопросы дурацкие задаешь? Меня уволили? Попросили, я и уволился. Ты что, не знаешь, как на работах увольняют? Шаг право, шаг лево, расстрел. Чего дурацкие вопросы? Я тебя за жизнь спрашиваю. И матушку уволили. Не, я сама на пенсию пошла. На пенсию пошла. И брат он шурит. То же самое уволили. Сейчас пив много. Так я же тебя спрашиваю, чему вся вина? Ты прощаешь, зачем мне помощь? Мне помощь не надо. Ты же не можешь сказать это одно слово. Водка. Я прав в тени, Сань? Не знаю. Может и прав, может и прав. Ладно. Ну да. Тяжелый ты человек. Один остался, с котом, с собакой. Ни с кем разговаривать даже не хочешь. Чего ты? Поговоришь с собаками. А что ты с палкой пришел? Боюсь собак ваших дурных. Ты со хлебом кинул. А я палку взял. Я зимой у Иры собака укусила. Там, где Чечня, Лена живет. Я знаю. Ну, так а что ты смеешься? О, смешно, а? Обалдеть. Тебе собака у леса кусала хоть раз? Честно, не кусала? Нет. Что я на меня буду кусать, если я сам как собака. И коты два. Хочешь котов еще поснимать? Хе-хе-хе. Блин. Все. Сить хочу. Вася напоминает. Вася иногда тоже такой был. Невозможный просто. Хи-хи, какая, блин. Что тебе рассказывать? Видишь, какая жизнь. Так вот, это не жизнь, это существование. Так давай поменяем что-нибудь. Кого поменяешь? Жизнь твою. Ой. У меня нет нервов вообще. Я, это... Мул, мул. Дай копейку. О, ё-моё. Это... Сколько? Не двадцатку, нет? А? Чечню напоминаешь. Так я ее сейчас позову. Ты же сказал, у тебя все есть. Да, у вас, да. А? Надеюсь. Правда, тяжело на душе. После юбки. Просто это самое. Это я так вообще в дурку попала. Как ее... Кто? Сазонова эта, малая. Серьезно? Да. Ее нету тут? Не, пришла уже, вышла с дурки. Ё-моё. А водка душу лечит? Успокаивать немного. Да, Ильичка, как их. Я тебя знаю, друг, знаешь сколько? Я расскажу сейчас, вот вкратце. Я тебе знаю... Давно-давно. Помнишь, я тебе один раз... Я тебя не знаю. Нет, я тебе один раз на бутылку давал, помнишь? Не знаю. Ну, вспомни, там, вот на той хате. Ну, давал же я тебе на бутылку. Я той хате уже продал, уже давно, и неправда. Да это понятно. Но давал... Вот скажи, давал или нет? Нет. Но скажи честно. Не давал. Давал. Не давал. Давал. Не давал. И Саня обещал, за жизнь такую... историю рассказать про себя как что а потом а и все давай поговорим давай я с тобой открыто откровенно пойду пойду руслана найду про тебя спрошу про меня что я заходил сегодня что он пьяный не да не саня знаю что спиртным помогать я тебе не буду честно чем хочешь мне не надо хочешь продуктов привезу хочешь тебя помыть и куда-нибудь отвезу но без водки ну то догадывайся ну что паруслов давай ты начни а я уже поддержу потому что у меня еще эмоции до сих пор кипят так мои эмоции во первых я надеюсь что эта аптечка им действительно пригодится потому что пока что судя по тому что сказал саня все что надо это бутылка и деньги вот ну мы с хорошими с добрыми побуждениями я надеюсь что действительно это сделано не зря было я думаю что в дальнейшем хотя у меня саня меня честно вам так скажу и решать максимально это вот человек который перебывается вот так и я не понимаю что он хочет но я думаю что он рано или поздно станет героем наших видосов и надеюсь что может быть даже в лучшую сторону что очень очень маловероятно вот людям да на свалке кроме бутылки реально ничего не надо это вот печально на самом деле ну и тоже надеюсь что аптечка принесет какую-то пользу вот ну а нам в карму маленький плюсик хотя бы так а с вас лайк и пост комментарий ждем выживания всем пока